Всем привет! Спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. И сегодня я расскажу видео, как правильно ухаживать за деликатной кожей губ, а также расскажу, как с помощью макияжа сделать губы больше и объемнее. Кожа губ, так же самая, как и кожа вокруг глаз, очень нежная. Она требует необычайно деликатного ухода. Тонкая кожа одна из первых подвергается воздействию окружающей среды. Тонкая кожа вокруг глаз, тонкая кожа на губах и тонкая кожа на шее. Первые выдают признаки старения. Они больше всего страдают от недостатка увлажнения. Поэтому, конечно, нам нужно очищать и увлажнять кожу губ. Для очищения можно использовать скрабы, которые продаются в специальных магазинах, предназначенные для деликатной кожи губ. А еще лучше такой скраб можно сделать в свой дом. Все, что вам потребуется, это два основных ингредиента. Первый будет выступать в роли увлажнения, второй отшелушивающий в роли эксфолианта. Чтобы сделать скраб дома, нужно взять капельку меда и добавить туда сахара. Также отшелушивать омертвевшие части с губ можно с помощью самой обычной зубной щетки. Достаточно просто проводить щетку круговыми движениями по губам и ни в коем случае не давить. Очищение должно быть очень бережно и мягко. Естественно, после очищения должно последовать увлажнение. Это самый важный этап ухода за губами. Сейчас на рынке очень много всяких средств, которые предназначены для питания и увлажнения кожи губ. Например, они могут быть в виде бальзамов в таких вот баночках или в виде стиков или помадок. Как вам удобно. Главное регулярность. Не забывайте использовать средства для увлажнения губ в два раза в день. Утром и вечером перед сном. Я, например, беру около трех разных бальзамов и разложиваю их в сумку, в карман и оставляю один возле компьютера. Так, в любом случае, хочу я этого или нет, я буду всегда пользоваться одним из этих средств. Дальше я расскажу пару секретов и трюков, как с помощью косметики сделать губы больше или объемнее. Первый прием называется градиент. Чтобы сделать губы более пухлыми, нам нужно затемнить уголки губ, а центр сделать более ярким и светлым. И да, возьмите себя за правило, перед тем, как наносить хоть какие-то пигментирующиеся эффекты на губы, кожу губ нужно обязательно вложить. Для градиента я, наверное, возьму карандаш для губ и начну заполнять уголки губ. Также прохожу с карандашом по контуру губ. Здесь уже очень легко, практически не давлю на карандаш. Теперь я беру помаду, но чуть-чуть светлее, чем оттенок моего карандаша и наношу только на центр. Для того, чтобы еще дополнительно увеличить губы и сделать их пухлыми, я беру обычный блеск для губ. И опять же наношу только на серединку. Следующий трюк называется хайлайт. Для него мне потребуется два оттенка. Первая это любая ваша любимая помада. И вторая какой-нибудь белый, молочный или светло-розовый карандаш. Я, как обычно, наношу помаду. Пока никакого въема, правда, все довольно в одной плоскости. Теперь светлый карандаш может создать необходимый объем. Что я делаю? Первое, это наношу его на галочку на верхнюю губу. Выглядит довольно грубо, но мы еще не закончили. Теперь я добавляю этот карандаш на центр губ. Теперь нам нужно это все аккуратненько растушевать пальцами. Для того, чтобы еще больше добавить объема, я возьму светлые тени с цветоотражающими частичками и нанесу их на центр губ. Для следующего трюка мне, опять же, понадобится белый, светлый или светло-розовый карандаш. Теперь мне нужно им прорисовать полностью сеглу по контуру. Причем карандаш на стене не там, где у вас есть свой натуральный пигмент, а ниже. Там, где у вас немножко такой горбочек светлый. Это натуральная ваша светлая подводка. Выглядит сейчас очень и очень странно, согласитесь. Теперь пальчиком я все очень мягенько растушу. Вот так уже намного лучше. Осталось добавить к губам цвета, используя любую увлажную щепонаду. Следующий трюк называется «Обводка карандашом, слегка выходя за контур». Итак, я возвращаюсь к самому карандашу на губ. У меня натуральный оттенок, как и всегда. И теперь делаю обводку губ. Но при этом, вот допустим, здесь, где мне размытая граница губ, я прорисовываю немножко больше. Но не сильно так, чтобы это выглядело максимально. Видите, опять не достает мне ровного пигмента. Я нарисовываю, сколько мне нужно. Таким способом даже можно скорректировать неровную форму губ. Здесь вот эту вот черту я провожу неровную, а немножко такой объемной. Немножко с объемом, да? Смотрите, какая разница. Немного закругляю линию. Сейчас выглядит вульгарно и ужасно. Но нужно эту линию теперь растушевать и добавить цвет в середину губ. Только растушевываю внутрь, как будто не наружу, не растираю, как внутрь цвет. Можно ставить так, но я добавлю помады. И, наконец, выделить губы можно с помощью яркого, насыщенного цвета помады. Например, красного. Но не забывайте, при этом макияж глаз должен быть максимально спокойным. И все-таки это более вечерний вариант. Субтитры создавал DimaTorzok